Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь нашим подписчиком, рекомендуем подписаться на нашем канале. Вы найдете большое количество интересного, а главное, полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанного автомобиля, в том числе и обзора на машины в формате техническом, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего обзора это кроссовер, представитель культовой марки Toyota. Эта модель пользуется огромной популярностью и любовью у жителей нашей страны. Воспользовавшись случаем, мы решили посмотреть, что представляет собой последняя генерация этой машины, которая находится на конвейере в данный момент. Причем делать это мы будем на примере праворульной версии для японского рынка. Встречайте, Toyota RAV4 в 50-м кузове. Пятое поколение RAV4 в кузове X-A50 появилось в 2018 году. Эта модель стоит на конвейере по сей день. В нашем сегодняшнем обзоре мы будем говорить про японскую спецификацию. А у себя на родине этот автомобиль предлагался с двумя вариантами силовых установок. Либо обычный двухлитровый бензиновый мотор на 171 лошадиную силу, который сочетался с вариаторной коробкой и передним либо полным приводом. А также в гибридной версии, где был двигатель 2,5 литра на 178 лошадей, плюс электромотор. Суммарная отдача такой гибридной силовой установки 222 лошади. Она также могла быть как передней, так и полноприводной. Наш сегодняшний экземпляр недавно приехал из Японии. Здесь четырехбальный аукционник, 28 тысяч родного пробега и полностью заводская краска по всему кузову. Это бензиновая версия с двумя литрами на 171 лошадь, вариаторной коробкой передач и полным приводом. Пятое поколение RAV4 это уже не столь компактный кроссовер, каким были первая и вторая генерация. Длина этой машины 4 метра 60 сантиметров, ширина 1 метр 85, а высота 1 метр 68 сантиметров. Колесная база при этом 2,69, что кстати не так много, ведь у Toyota Mark II в сотом кузове, если брать ее за эталон измерения, колесная база была 2,72. Так что по этому параметру RAV4 слегка уступает представителям бизнес-класса. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то надо сказать, этот RAV4 окрашен очень аккуратно. Разброс в микронах здесь абсолютно минимальный. И все показания прибора лежат в диапазоне от 79 до где-то 98-100 микрон. Так что слой окраса у него можно сказать слегка тоньше, чем мы привыкли видеть это на многих Toyota, в том числе и для европейского рынка. Ну а на тему антикоррозийной обработки с завода поговорим, когда поднимем машину на подъемнике. Обзор автомобиля внутри традиционно начинаем с багажника, тем более, что полноразмерный кроссовер имеет все шансы быть единственным автомобилем в семье, на которой в том числе будут возлагаться и хозяйственные функции тоже. Доступ в багажник RAV4 нам открывает большая крышка багажника, снабженная электроприводом. Проем здесь очень широкий, это бросается в глаза сразу. Зазор между краем проема багажника и стенкой очень и очень небольшой. Каталожный объем этого багажного отделения 542 литра при поднятых спинках задних сидений, если говорить про негибридные версии. У гибридов литров на 50 меньше. Давайте вооружимся рулеткой и посмотрим, что же он представляет собой в плане линейных размеров. Ширина проема по его средней части метр 10 сантиметров. Длина багажника по полу до спинок передних сидений 98 сантиметров. Ширина в его широкой задней части порядка 133, а в более узкой передней части 112. Высота багажного отделения до полки, если бы она здесь была, составляет 46 сантиметров. В случае же, если вам надо перевести какой-то более габаритный груз, вы, конечно, можете сложить спинки сидений, но делать это из багажника будет неудобно. Особенно, если машина грязная, вы точно оботрете все штаны об бампер автомобиля. Либо придется делать это через задние двери. А прокинутые спинки открывают нам больше оперативного простора. Длина багажника в этом случае до спинки переднего сидения составит 178 сантиметров. А если проталкивать груз дальше, до самой передней панели, и это сделать можно так, что он не будет мешать вам переключать передачи, длина багажника составит 257 сантиметров. Практически все пространство багажного отделения в данном случае у нас свободно. Ниш здесь, как таковых, нет. Разве что только небольшой карман с сеткой по правой стороне. Из дополнительных удобств маленький плафон освещения, причем только справа, и 12-вольтовая розетка, куда можно подключить, например, пылесос, чтобы в этом багажнике прибраться. Также под полом в данном случае у нас присутствует большая ниша. Скорее всего, на европейских модификациях здесь у нас лежит докатка, но в данном случае просто формованная ниша с ремкомплектом для колес и штатным набором инструментов. Больше каких-либо интересностей в багажнике 50-го RAFA нет. Ну а теперь про салон 50-го RAFA. В нашем случае здесь довольно хорошая комплектация. Салон полностью кожаный, здесь есть даже подогревы сидений, что нетипично для японских автомобилей. Опять же, в прошлом было. Сейчас подогревы встречаются все чаще и чаще, даже на праворульных вариантах. Что касается регулировок. Рулевая колонка имеет механическую регулировку, но диапазон ее в данном случае по меркам Toyota просто огромен, особенно если сравнивать его с последней генерацией филдеров. Так что с подстройкой руля под себя у большинства людей проблем быть не должно. Что касается водительского кресла. Его регулировки в данном случае электрифицированы, а диапазон регулировок по длине мог бы быть побольше. Вот это максимально отодвинутое назад сидение. Увеличить пространство для ног можно попытаться, опустив подушку сидения максимально вниз. Но это, собственно, и все. В таком положении, стоя на площадке для отдыха левой ноги, моя левая нога все равно оказывается согнута в колене. Так что назвать запас пространства по длине здесь огромным, язык не повернется. Но, опять же, удобно то, что сидения оборудованы еще и памятью. Вернуться в свое привычное положение удалось быстро. Сам руль на самом деле удобный. Он хорошо профилированный, хватки небольшого диаметра и отделан довольно приятной на ощупь кожей. По части опоры для локтей формально здесь все в порядке. Посредине у нас есть подлокотник на центральном боксе, а с правой стороны подлокотник на дверной карте. Единственный момент, что при моей регулировке сидения мой локоть оказывается напротив центральной стойки, а вообще не на подлокотнике. Поэтому, чтобы им воспользоваться, мне придется либо пододвигаться ближе, либо вытягивать руку вперед. При этом стоит отметить крайне удобную хваткую дверную ручку, которая вызывает ассоциации скорее с лендкрузером, а не с RAV4. Настолько она сама по себе массивная. Пульт управления стеклоподъемниками и боковыми зеркалами находится в привычном месте. Кстати, все стеклоподъемники в этой машине имеют автоматический режим. Рядом с ручкой открывания двери располагаются те самые кнопки памяти сидений на два положения. Справа внизу у нас блок вспомогательных клавиш, где находится кнопка открывания багажника из салона, кнопка включения подогрева руля, подогрева зоны дворников, а также клавиша включения-выключения системы автоматической смены света фар, ближний-дальний. С правой стороны у нас блок клавиш управления системой круиз-контроля. В данном случае это больше не джойстик справа, а именно кнопки. Также здесь включение-выключение системы контроля движения в полосе и системы предотвращения столкновений. На левой стороне клавиши управления мультимедийной системой бортовым компьютером и телефоном, подключенным сюда по Bluetooth-модулю. На центральной консоли у нас под огромным монитором мультимедийной системы, на которой, кстати, выводится картинка с камеры заднего вида, причем картинка эта очень большая и детализированная, так что пользоваться ей довольно удобно. Присутствует блок управления климат-контролем, который здесь у нас автоматический и рассчитан на две зоны. Левая и правая стороны могут регулироваться по отдельности. Реализовано это все довольно интересно, удобно. Шрифт здесь очень большой, он абсолютно эталонно читаемый. Логика работы климат-контроля также абсолютно понятна. Есть, естественно, полностью автоматический режим. Отдельно стоит отметить подход к дизайну крутилок климат-контроля, которые регулируют температуру. Они имеют прорезиненное покрытие, крутятся с приятным усилием, причем со щелчками, то есть даже не глядя сюда, вы можете понять, на сколько шажков вы подкрутили значение температуры. Пользоваться ими очень удобно. Внизу у нас клавиши выключения системы стабилизации и те самые кнопки управления подогревами сидений, которые могут работать в двух положениях, сильный либо слабый нагрев. Внизу под консолью полка, где присутствует 12-ти вольтовая розетка. Здесь же рядом с селектором коробки передач, кстати, в привычной форме с курком есть клавиши включения-выключения стояночного тормоза, он здесь электронный, также функция Hold, которая удерживает автомобиль рабочим тормозом при отпущенной педали, если вы стоите в пробке, трогается машина только при нажатии педали газа, а также режимы работы автомобиля, включая имитацию внедорожных режимов работы трансмиссии. Здесь же экономичный, обычный и спортивный режим движения, а также клавиши контроля скорости на спуске. Что касается приборной панели, на самом деле стоит отметить, что в данном случае она очень хорошо читается. Ее цветовая гамма чем-то напоминает Highlander 10-13 годов. Те же самые белобордовые цвета. Читаемости приборов вообще никаких вопросов нет. Что касается подрулевых переключателей, они находятся ровно в том месте, где должны быть, пользоваться ими крайне удобно, и вдобавок переключаются они с приятным усилием, без дешевых щелчков. Нет ощущения, что переключатель вот-вот отломится. Чем грешат даже дорогие автомобили, наподобие, например, Porsche Cayenne в 958-м кузове. Что касается разного рода ниш, подстаканников и бардачков, по части подстаканников здесь не сказать, чтобы прямо изобилие. Всего два места, оба на центральной консоли. В подлокотнике центрального бокса присутствует небольшая полочка, которую можно вытащить, если она не нужна. Здесь есть две розетки USB для зарядки телефонов. И в целом бокс довольно-таки неплохой по объему, хотя и не слишком глубокий. Маленькая полочка, куда можно сложить мобильный телефон над основным бардачком. Сам бардачок здесь, кстати говоря, довольно небольшой. Так что, кроме документов, ну, либо небольшой бутылочки с водой, вы вряд ли здесь что-то разместите. Уже упоминавшаяся полка внизу и в дверных картах по низу у нас есть небольшие карманы. Небольшие они по длине, куда можно поставить маленькую бутылочку объемом не более чем 0,5 литра и положить какую-то мелочевку типа салфеток или тряпки для протирки панели. А, кстати, есть еще небольшая полка под мобильный телефон. Она довольно глубокая справа от рулевого колеса. Единственный эргономический просчет, который можно назвать таковым, если уж докапываться в данном случае до инженеров Toyota, это то, куда они разместили кнопку запуска двигателя. С места водителя она вообще невидима. Чтобы ее обнаружить, приходится наклоняться. Хотя это дело привычки по большому счету. А вот в плане обзорности из автомобиля вопросов нет вообще никаких. Во-первых, здесь полностью видимый капот, что крайне редко встречается на современных машинах. Видны здесь не только боковины, но и передний край тоже. При моей регулировке сидения у меня не возникает ощущения, что здесь слишком высокая боковая линия. Панель, условно говоря, находится внизу. То же самое касается боковой линии остекления. Эта машина чем-то напоминает последние модели от Subaru, где к обзорности вообще никаких вопросов нет и где ее смело можно назвать эталонной. Боковые зеркала, несмотря на зауженную краю форму, здесь огромные. Они довольно информативные, плюс машина имеет еще и мониторинг слепых зон. Так что при маневрировании в городе никаких проблем у вас не возникнет. Линия остекления на задних дверях имеет очень небольшой подъем, поэтому по большому счету все, что сказано про передние сидения, справедливо и там. Но с обзорностью назад проблем не будет по определению, поскольку здесь присутствует камера и огромный монитор. Теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается заднего сидения, в данном случае я сижу сам за собой. По пространству для ног в принципе вопросов нет. Мои колени еще не касаются спинки переднего сидения. То есть по длине здесь запас плюс-минус присутствует. Места над головой здесь также довольно много. Но почему? На многих кроссоверах, да и вообще в принципе на некоторых легковых автомобилях, заднее сидение расположено выше передних. В этом случае наоборот. Подушка заднего сидения здесь ниже, чем передняя. Соответственно, отсюда и большой запас пространства над головой. Не то, чтобы это вызывало какое-то неудобство, но просто отметим это как данность. У задних пассажиров присутствует довольно широкий подлокотник. Он удобный. Вкупе с подлокотником на дверной карте, который здесь, в отличие от переднего сидения, оказывается на нужном месте, сидеть здесь удобно. Кстати, само сидение здесь практически плоское, так что три человека сядут свободно. Сидение имеет регулировку по наклону и вот это максимальное отклонение назад. Можно поставить его под чуть более прямым углом. Внизу у пассажиров в районе центрального тоннеля присутствуют две розетки для зарядки USB-шные, конечно, есть дефлекторы, вентиляция и, собственно, плафон освещения на потолке. Больше здесь особо ничего нет, кроме кармана, предназначенного для небольшой бутылки внизу дверной карты. Туннель на полу присутствует, но третьему пассажиру он особо не мешает, поскольку высота его очень небольшая. Можно ли ехать на заднем сидении этого автомобиля на дальнее расстояние? Да, однозначно можно, но лучше делать это вдвоем. Все-таки трём габаритным взрослым людям здесь будет не слишком просторно. Ну, а из развлечений в дороге у вас будет пейзаж за окном, благо линия остекления здесь довольно низкая и нахождение в этом автомобиле не вызывает ассоциации с бункером, в отличие, например, от компакт-кроссовера Toyota C-HR. Что касается подкапотного пространства, если речь идет про обычную бензиновую версию для японского рынка, то здесь будет один-единственный двигатель. Это 2 литра на 171 лошадиную силу. Индекс этого мотора М20А ФКС Это двигатель новый. Выпускается он с 2018 года. По своей конфигурации это алюминиевая рядная четверка с двумя верхними распредвалами и с 16 клапанами в головке блока цилиндров. Гидрокомпенсаторы здесь стоят. Привод ГРМ цепной. А из усложняющих конструкцию элементов в данном случае можно отметить развитую систему экологии, то бишь EGR мотор отвечает нормам токсичности евро 6. Далее здесь у нас установлен необычный впрыск. Он комбинированный, то есть на данном двигателе у нас 8 форсунок, 4 из которых относятся к распределенному впрыску, а 4 к непосредственному. Какой режим работы форсунок выбирать решает электроника в зависимости от требуемых условий. Коммерческое наименование этой системы впрыска D4S M20A имеет дополнительный блок балансирных валов. Экологический класс мотора, а также наличие на борту частично системы непосредственного впрыска топлива диктует свои требования к качеству бензина не ниже 95-го. Объем заливаемого сюда масла 4,3 литра масла вязкостью 0,2 В20. Ввиду того, что эти двигатели появились всего 5 лет назад, какой-то глобальной статистики по неисправностям по ним пока не накоплено. Единственное, что стоит отметить, по меркам Toyota эти двигатели работают шумновато. Ну и второй момент связан как раз-таки с EGR-ом. Если раньше на многих тойотовских двигателях слабым звеном был насос системы охлаждения, который в некоторых случаях отправлялся под замену на пробегах 50-60 тысяч, и об этом просто стоило помнить, периодически инспектировать помпу, и если она потекла, ее менять, и далее эксплуатировать автомобиль уже без каких-либо будет теплообменник системы EGR, который имеет свойство иногда течь антифризом. Однако не сказать, что эти вещи носят характер эпидемии. Кстати, по старой тойотовской традиции гидрокомпенсаторы на этом моторе присутствуют, поэтому заниматься регулировкой зазоров клапанов владельцам подобных двигателей никогда не придется. Товом производитель заявил ресурс этой силовой установки около 250 тысяч километров пробега. Как оно будет на практике посмотрим далее, когда эти машины начнут массово приближаться к отметкам 200+. На автомобиле с пробегом 28 тысяч само собой никаких нареканий по силовой установке нет. Как нет их и по вариаторной коробке, с которой в данном случае соседствует двигатель. Что касается гибридной установки, то ее сердцем в данном случае выступает бензиновый двигатель, чья маркировка А25А FXS. Это двух с половиной литровая рядная четверка на 178 лошадиных сил, которая работает по циклу Миллера. Привод ГРМ на нем также цепной, естественно, присутствуют и гидрокомпенсаторы тоже, и в целом по ресурсу все плюс-минус похоже на М20А. Концептуально не претерпели изменения относительно Toyota Prius, про которые мы в свое время рассказывали на канале. Но все это дело было, конечно, доработано в сторону уменьшения веса, габаритов и увеличения отдачи. Кстати, у RAV4 на внутреннем рынке есть еще и версия подзаряжаемого гибрида, где суммарная мощность установки уже не 222, а все 306 лошадей. Такой RAV4, имеющий возможность подзарядки от внешней розетки, разгоняется до сотни за 6 секунд, что делает этот паркетник еще и довольно-таки быстрым автомобилем, даже по современным меркам. А с учетом того, что расход топлива у гибридной машины в городе вряд ли превысит 5 литров на 100 километров пути, можно сказать, что подобное сочетание крайне интересно, даже с учетом немалой стоимости самой машины. Ну, а перед тем, как посмотреть на RAV4 и 5-го поколения снизу, давайте поговорим про дорожный просвет, каталожное значение которого для данного автомобиля лежит в диапазоне от 190 до 200 миллиметров, в зависимости от комплектации. Давайте вооружимся рулеткой и посмотрим, так ли это на самом деле. Расстояние от асфальта до защиты моторного отсека как раз-таки те самые 18 сантиметров. До края переднего бампера больше, порядка 21 сантиметров. Расстояние до пластиковой накладки на пороге за передним колесом 21 сантиметр. Расстояние до задней части порога 24, а до края заднего бампера 30 сантиметров. Ниже этой отметки сантиметров эдак на 6-7 свисает банка глушителя, расположенная поперек. Но в принципе на проходимости это особо не сказывается. Так что к любым поребрикам на этом автомобиле вы припаркуетесь легко. Да и съехать с дороги в случае выезда на отдых на нем тоже можно. Что касается ходовой части RAV4 в 50-ом кузове, про надежность этой ходовки пока опять же говорить рано. Скорее всего все здесь будет в порядке, как собственно у предшественников в кузове XA40. Что касается конструктива, передняя подвеска здесь типа Макферсон, а нижние шаровые опоры в передних рычагах имеют болтовое соединение, так что для их замены не придется даже демонтировать сам рычаг. Спасибо Toyota, они продолжают придерживаться консервативных, но бюджетных решений. Стабилизатор поперечной устойчивости в данном случае имеет достаточно толстое сечение прута и очень внушительного размера втулки стабилизатора. Доступ к крепежу, который к подрамнику в целом здесь есть, хотя и не сказать, что он особо легкий. Нижняя часть автомобиля закрыта пластиковыми защитами. Защит здесь, кстати говоря, много. Есть отдельная прорезанная секция в защите, которая предназначена для слива моторного масла в данном случае эта накладка может убираться защита пластиковая. До нее как раз те самые 18 сантиметров. Рулевая рейка здесь, естественно, электрическая, никакого насоса гур, шлангов, а также протечек и сопутствующих вещей. С возрастом тут ждать, конечно, не стоит, в связи с отсутствием последних. Что касается антикоррозийной защиты, мы видим, что в данном случае кузов, там, где он не закрыт пластиком, не имеет дополнительной обработки с завода, кроме как на сварных швах. Та же самая картина наблюдается и в районе порогов. Антикоррозийная защита в виде герметика здесь сугубо только на швах кузова. В остальных местах мы видим просто окрашенный металл, без какой-либо дополнительной обработки. Кстати говоря, практически все днище автомобиля здесь перекрыто либо пластиковыми защитами, либо металлическими теплоэкранами. Похожую картину можно наблюдать на немецких кроссоверах типа Каена. Здесь под защитой мы видим топливный бак, его объем 55 литров, ну а материал изготовления пластмасса, так что по сути дела проблем с коррозией. Здесь не будет горловина заливная, здесь также у нас пластиковая в резиновой защите и тоже не будет корродировать. Что касается задней подвески, в данном случае у нас многорычажная схема, но если судить по ресурсу компонентов подвески 40-го RAF каких-либо проблем до пробегов в 200 плюс у владельцев этих автомобилей тоже возникать здесь не должно. В данном случае на каждой стороне у нас по три поперечных рычага и по одному продольному. Соответственно, при покупке подобного автомобиля в БУ-виде, лучше будет убедиться, что все, что здесь есть в плане резинок и сайлинблоков в исправном состоянии. Задний стабилизатор поперечной устойчивости, доступ к крепежу которого здесь эталонный, также имеет довольно большое сечение, по крайней мере, по меркам легковых автомобилей. Немного антикора нам все-таки удалось обнаружить и сосредоточен он главным образом в районе усилителя бампера, в тех местах, где нет дополнительной защиты. Таким мы увидели сегодня Toyota RAV4 в 50-м кузове 2019 года выпуска с двухлитровым бензиновым мотором, вариатором и полным приводом с пробегом 28 тысяч километров из Японии. Если у вас был или есть подобный RAV4 и вы проехали на нем уже достаточно и вам есть в чем нас поправить и чем нас дополнить, пишите все это в комментариях, ведь людям, которые думают о покупке подобной машины, ваш комментарий может помочь сделать выбор. Ну а если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который был сегодня на нашем подъемнике, есть весьма приличный шанс, что к моменту публикации этого видео машина все еще будет в продаже в городе Новосибирске в компании RDM Import. Всю интересующую у вас дополнительную информацию по машине вы можете узнать, воспользовавшись контактным телефоном в описании под видео. Разворачивайте описание, смотрите номер, пишите, звоните. Спасибо за просмотр, если обзор вам понравился, ставьте лайки, не забывайте подписываться и до новых встреч на канале. Пока! Пока!